Всем привет, это Василий Полонский, YouTube-канал ОВД-Инфо и программа «Что сейчас?». Обычно мы пишем наши выпуски в студии, но сегодня решили записать их здесь, у Сины Скорби в Москве. В пятницу, 16 февраля, стало известно о смерти политика Алексея Навального. Об этом сообщил в Син на своем сайте и собирается проводить проверки. Что-то подобное сообщает Следственный комитет. Но причина уже известна. Навальный умер в результате спланированного убийства. Именно убийство, в котором виновата российское государство, которое было ответственно за жизнь Алексея Навального в исправительной колонии. И сейчас все эти ведомства, которые виновны в смерти политика, пытаются выяснить, что же произошло. В течение трех лет Алексея держали в пыточных условиях, без какого-либо медицинского лечения и в полной изоляции от своих родных и адвокатов. А под конец его перевели в колонию за Полярный круг. За 37 месяцев заключения Навальный провел в штрафном изоляторе 296 дней. Тут не обязательно травить человека или убивать каким-то насильственным способом. Тут просто можно ждать. После новости о смерти Навального во многих городах России тысячи людей начали нести цветы к памятникам политических репрессий. А в некоторых городах начали образовываться стихийные мемориалы. Вот как это было. Субтитры создавал DimaTorzok Примерно сразу, как люди стали приходить к памятникам политических репрессий, для того, чтобы возложить цветы в память о погибшем политике, начались задержания. Всего за три дня, по данному ОВД-Инфо, задержали 386 людей в 39 городах. Самое большое количество задержанных в Петербурге. Больше 200 человек. Еще несколько людей были арестованы. Подробнее и точнее об этом расскажет мой коллега и пресс-секретарь ОВД-Инфо Дмитрий Анисимов. Уточняем общее число задержанных. Сейчас мы насчитали 366 человек в сумме за три дня, но в ближайшие дни это число может немного поменяться. Больше всего задержанных было в Санкт-Петербурге, около половины от общей суммы. В принципе, я думаю, это связано с тем, что в Питере традиционно силовики ведут себя более жестко, более жестко разгоняют акции, задерживают больше и совершенно не стесняются как-то жестко задерживать людей. На втором месте по количеству задержаний Москва, на третьем Нижний Новгород. Мы знаем, что как минимум 48 человек уже отправлены в спецприемники, они получили административные аресты, но, как я уже сказал, все эти числа могут меняться. Скорее всего, людей, отправленных на аресты, будет больше. Однако, большинство задержанных, около 150 человек, были отпущены из отделов полиции без протоколов. Саня Ростовский, два локтей. А что вы сотрудников снимаете? Я снимаю, вот, девушку. Я девушку снимаю. Помимо задержаний, минимум в пяти городах России полицейские переписывали данные людей, которые приходили возложить цветы в память об Алексее Навальном. В том числе, сотрудники полиции требовали писать объяснительные и выдавали предостережения. Полицейские применяют стандартные митинговые статьи. Это 20.2 ее подчасти. Это нарушение правил участия в массовом мероприятии. Еще одна тоже стандартная митинговая статья 19.3. То есть, неподчинение законным, ну, законным в кавычках, конечно, в данном случае, требованиям сотрудников полиции. Но также есть, как минимум, один протокол, оформленный за дискредитацию армии на одного из участников вот этих акций скорби. Мы не знаем точно за что, но он есть. Есть очень много случаев, кстати, когда людей не задерживают, но переписывают данные их паспортов зачем-то. И вот из таких случаев, кажется, вчера задержали двух волонтеров Немцова моста, которые дежурят, следят за мемориалом на месте убийства Немцова, Бориса Немцова. И полицейские обыскали их, нашли у них портрет Навального. И решили, что они тоже участвуют как-то в акции и задержали их. Хотя, конечно, это было не так. В какой момент портрет Навального стал запрещенным, стал какой-то экстремической символикой, непонятно. Ну и не стал, конечно, просто полицейские решили так перестраховаться и задержать людей. И даже известно о двух людях, которых сотрудники полиции избили. К одному применили силу в Москве, к другому в Санкт-Петербурге. И мы видим, что силовики совсем не стеснялись жестких задержаний на камеру. Возможно, в том числе для того, чтобы запугать тех, кто сомневается, стоит ли выходить на улицу, стоит ли писать посты, стоит ли еще как-то выражать свои чувства сейчас. Мы точно знаем, что было несколько случаев избиений задержанных во время задержания или в отделе полиции. И не только в Санкт-Петербурге, вот есть кейс из Сургута, там задержанного в отделе полиции избили ладонью по голове, приставили ему к голове пистолет, затем положили его на пол, вывернули руки назад и заставили признаваться, зачем он принес цветы. Конечно, понятно, что, скорее всего, полицейским ничего за это не будет. Вы, наверное, видели в социальных сетях видео, как сотрудники полиции разрушают мемориалы в память об Алексее Навальном и выкидывают цветы. Такое было тут, у Стены Скорби, было и на Немцовом мосту, и в том числе в Москве у Соловецкого камня. Хочу сказать всем скорбящим об Алексее, не переживайте, они цветы выкинут, мы принесем новые. Власти не могут нам запретить скорбеть. Снова привет. Это еще одно короткое включение не из студии. Тело Алексея Навального до сих пор не выдали его родным. Его мама Людмила Ивановна только что записала обращение к Владимиру Путину с требованием выдать тело ее сына. За моей спиной находится колония ИК-3 «Полярный волк», где 16 февраля погиб мой сын Алексей Навальный. «Пятый день, я не могу увидеть его, мне не выдают его тело, и мне даже не говорят, где он находится. Я обращаюсь к вам, Владимир Путин. Решение вопроса зависит только от вас. Дайте мне, наконец, увидеть моего сына. Я требую незамедлительно выдать тело Алексея, чтобы я могла его по-человечески похоронить». Мы тоже требуем выдать тело Алексея Навального его родным. И каждый может помочь в этом деле. Для этого просим вас отправить обращение в Следственный комитет России. СК в Салихарде утверждает, что причина смерти не установлена, и проводится повторная экспертиза. Родные и соратники политика считают, что таким образом власти пытаются скрыть истинную причину его смерти. УДИнфо запустил сбор обращений в СК. Вместе с вами мы будем добиваться выдачи тела Алексея. Понимая, что первым вопросом может быть, насколько это безопасно, мы считаем, что это безопасно, потому что СК никак не может оказать давление за обращение. Чтобы отправить это обращение, вам нужно ввести свою фамилию, имя, отчество и почту. Понимая, что вам может быть страшно, как и всем, но, как сказал Алексей Навальный, не сдавайтесь. Мы вместе. Ссылка на обращение в описании. Если вы выходите на акцию, обязательно сохраните наши контакты. У нас есть горячая линия и бот в Телеграме. Обязательно сообщите, если вас задержали. Наши юристы консультируют круглосуточно и бесплатно. И мы постараемся найти вам защитника в отдел полиции. Мы на всякий случай всегда готовы масштабировать нашу работу довольно стремительно. Нас научил этому опыт протеста в начале 2021 года, как раз когда Алексей Навальный после отравления, после лечения вернулся в Москву. Были одни из самых массовых и географически масштабных протестов в России за историю современной России. И после этого мы перестроили нашу работу, чтобы быть готовыми к такому количеству запросов на правовую помощь, на консультации, на вообще какую-то поддержку, да, чтобы мы могли с этими людьми как-то связываться. Нам в этом помогают наши волонтеры, без них это было бы совершенно невозможно. Чтобы задержанным обеспечить хорошую юридическую помощь, мы собираем регулярные пожертвования. Помогите ОВД-инфо. Все ссылки с подробной информацией будут в описании к этому видео. Не сдаваться. Помните о том, что мы огромная сила, которая находится под гнетом вот этих вот чуваков плохих, лишь потому что мы не можем осознать, насколько действительно мы сильны. Алексей Навальный человек необыкновенного мужества и стойкости. Спасибо тебе, Алексей, за твой оптимизм и за то, что ты дарил нам такую надежду. Я уверен, что и дальше мы будем верить в ту надежду, которую нам все эти годы давал Алексей Навальный. С вами был Василий Полонский и YouTube-канал ОВД-инфо, программа «Что сейчас?». Распространяйте это видео, отправляйте своим родственникам и друзьям. Спасибо и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!